Здравствуйте! И вас вновь радует передача Автомир видеоверсия и ее ведущий Михаил Пивненко. А в этом выпуске вы увидите, как мы на чемпионат BMW попали, определимся с давним спором, Краун или Кроун, и узнаем, сколько же будет стоить укомплектовать собственный шиномонтаж. В следующем сюжете вы узнаете, как команда Автомира пилотами BMW стали и попали на чемпионат премьер-авто. Если вы считаете, что в вашем городе не проходит никаких соревнований для его жителей, то вы ошибаетесь. Сегодня BMW проводит свой чемпионат здесь, на премьер-ринге, и мы стали его участниками. Сложновато будет, сложновато. Весь чемпионат состоит из трех дней. Первые два – это отборочный и третий – финальный. Трасса состоит из следующих препятствий. Это змейка, затяжной поворот, шпилька, после чего разгон, объезд препятствия и парковка в гараже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Впереди змейка. Как говорили нам на тесте, точнее на брифинге, смотрим не на само препятствие, а на то, где будем его объезжать. Змейку проехали, теперь затяжной поворот. Делаем затяжной поворот, это BMW X4. Что сказать про BMW X4? Сделано на платформе BMW X3. Зацените европейское качество, а также удобную, комфортную посадку. Сиденье с боковой поддержкой, приятный на ощупь салон – все это BMW X4. Первый боевой заезд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Правда, я же этого не запрещаю. Вот так! Тут притормозили, перекладочка небольшая. Оп! Вот прямо раньше. Все делаем, поворачиваем, впереди у нас разгон. Разогнались, газу. Газу, 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 газу. 15 секунд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На змейке завалили, получается, один конус. Когда объезжали, завалили один конус. И в гараж парковались, врезались в гараж, в стену. А это просто боевой заезд, между прочим. То есть, наверное, никто не сказал, что там еще секунды будут добавлять. У меня, получается, тестовый заезд был лучше, чем боевой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что, непривычно все-таки держать двумя руками? Это, оказывается, удобнее поворачивать. Немного скорости на третьем конусе, из-за этого не попадаете. Старайтесь на сбросе газа, вот, ускорились, да, и потом на ровном газу ехать. Не надо газ нажимать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это очень круто, что BMW дает такую возможность. Почувствовать себя за рулем спортивного внедорожника на настоящем чемпионате, так сказать. То есть, я никогда в жизни не был на спортивной трассе и сейчас кайфанул. Да, есть косяки, много косяков. Вообще ни одного чистого заезда не было. Но, блин, эмоции непередаваемые. Подписывайтесь на социальные сети Premier Auto. Именно там они размещают информацию о своих чемпионатах. Я реально не хочу выходить из BMW X4. Тут жидкокристаллический спидометр. Телек такой удобный, маленький, нездоровенный, да, как в Lexus 570. Там вообще на полстекла. Маленький, миниатюрный, удобный. То есть, видно, что и сзади будет происходить. Вот, если мы сейчас включим, да. Вот, пожалуйста, то есть, как камера работает. Все видно, впереди тачка стоит, все показывает. Очень удобный руль. То есть, реально его, видимо, со спортивного автомобиля его взяли. И лепестки удобные, и вся мультимедиа переключается. И тут часть подогрева, и М-пакет у нас представлен. В общем, что вам скажу. Если вы хотите попробовать себя за рулем BMW, то записывайтесь на тест-драйв в Premier Auto. Давайте возьмем небольшое интервью у одного из инструкторов наших соревнований. Что вот то, что я видел на курсах, то, что видел здесь, здесь женщины зачастую слушают чуть более внимательные, поэтому в итоге у них от изначально плохого результата получается хороший, потому что они прислушиваются к тому, что мы им подсказываем, и стараются это воплотить в жизнь. Некоторые мужчины тоже так делают, но их меньше по процентному соотношению. То, что мы вчера использовали на отборочных этапах, было не очень сложно. Были определенные сложности, но там люди впервые сидели за рулем BMW некоторые, и для всех должны были быть более-менее равные условия. Те, кто уже прошел финал, они завчера к автомобилям немного привыкли, завчера и позавчера, и сегодня мы им построили достаточно сложную трассу, так, чтобы можно было использовать все возможности автомобиля BMW. У нас много разных систем и подсистем, и они помогают двигаться вот как раз по той трассе, которую сегодня мы построили, достаточно быстро и динамично. И мы сделали все, чтобы люди могли это прочувствовать, и почувствовать то, насколько автомобиль может быть быстрым. Пару слов от организаторов чемпионата BMW Premier Auto. Инструкторы школы BMW Driving Experience демонстрируют участникам, победителям чемпионата, как на этой трассе, которую проходили они сегодня на X4, ведет себя X7, вот этот большой, красивый новый автомобиль. А ведет он себя, поверьте, не хуже, чем маленький X4. КОНЕЦ 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 У BMW уже вошло в традицию проводить такие чемпионаты, это уже третий, посмотрим, что они подготовят для нас в следующем году. Но в финал чемпионата прошли 6 девушек и 6 мужчин. Их ожидала новая трасса, давайте же узнаем, кто занял первые места. А впереди тачка номера. Разберем по полочкам обновленный Toyota Crown. КОНЕЦ 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 мощнее это новые диодные фары это новые стопари а так в принципе весь кузов остался такой же как и был еще с далеких 2012 годов под капотом у нас двигатель 8 r восьмиступенчатый автомат и 235 лошадиных сил в отличие от его не турбовых братьев с двигателями 2 и 5 литра у которых всего лишь 210 этот как раз таки едет как сейчас посмотрим я расскажу вам про салон toyota crown полный мультируль как и у других краунов но что хорошо это полностью кожаный салон перфорированная кожа активный круиз-контроль и если вы близко подъезжаете к автомобилю то он сам замеряет расстояние до автомобиля чтобы не врезаться вот лепестки нурлета как этот спортивная комплектация кстати это гэс г-салон то есть тут полный фарш кроме люка мультимедийная система поддерживает флешки карты вот аукс bluetooth но все как у людей не надо устанавливать никакие детуры да и вот это чтобы не торчали везде провода 21 век на дворе автомобиль только недавно пришел с японии на пробег 55 тысяч вот посмотрим как хорошо он едет производитель заверяет то что расход у него 7 с половиной литров кстати кто не знает историю марки toyota crown и она началась еще в далеком и до 1955 году и первые краны были вообще полуторалитровые и делали их для того чтобы они работали в такси но однажды император приметил эту машину она ему понравилась он заказал для себя именно для себя отдельную версию после этого японцы смекнули оказывается crown это неплохой автомобиль и сделали из него бизнес седан в японии все бизнесмены двигаются на краунах они не признают там lexus или какие-то другие марки если ты солидный состоявшийся то у тебя краун но на самом деле не хочется про долго рассказывать хочется на нем быстрее прокатиться это нормально шьет вообще долете будет здоров но мы не будем нарушать скоростной режим в городе владивостоке вот динамика офигенная то есть газу дал небольшая turbo яма и после чего так отжимает сиденья у меня-то руки вкачаны я держался за руль есть система когда автомобиль устанавливается глох на для того чтобы сократить вредные выбросы в атмосферу депутцы молодцы в этом плане да за экологию за безопасность еще не почти все автомобили гибридные то есть они гибридные то вот есть такая система даже экскаваторы и там и автобусы в общем те ребята которые сохраняют планету так по шиномонтажка еще шиномонтажка туши есть так много шиномонтажек может быть просто тоже заняться шиномонтажу не сниматься передач и съездим к нашим партнерам и посмотрим сколько стоит вообще открыть собственный шиномонтаж ну что друзья вот мы подъехали к нашему партнеру мобил сервис давайте же пройдем внутрь и познакомимся мобил сервис находится на камской 1 строение 3 занимается тем что поставляет оборудование для шиномонтажа и автосервисов давайте зайдем внутрь и посмотрим что же у них есть шиномонтажные балансировочные станки гидравлические насосы домкрат и тиски инструменты с пожизненной гарантией все это немного больше находится здесь в мобил сервис но мне как новичку сложно разобраться что же необходимо для открытия собственного шиномонтажа и во всем этом нам поможет константин если вы решили открыть свой первый шиномонтаж компания мобил сервис с удовольствием поможет вам в этом в компании представлен широкий ассортимент оборудования шиномонтажного слесарного для 100 гаража и прочего ассортимент компании представлен широким выбором шиномонтажных станков балансировочных станков гидравлического оборудования домкратов пневматического инструмента а также всего того что понадобится вам для открытия собственного шиномонтажа специалисты компании помогут подобрать необходимое вам оборудование в среднем стоимость готового шиномонтажа под ключ составляет от 150 до 300 тысяч рублей при этом вы получаете полностью оборудованный шиномонтажный пост от вас требуется лишь место и желание зарабатывать деньги также компания мобил сервис занимается тем что оборудует автосервис и весь ассортимент и оборудование представлены в интернет-магазине которые видите сейчас на экране огромный выбор подъемников оборудование для замены масла оборудование для экспресс-сервиса компрессорного оборудования и всего того что потребуется вам для открытия и работы в собственном автосервис какой же бонус подготовила компания мобил сервис для наших зрителей это скидка в пять процентов по промокоду автомир видеоверсия это был четвертый далеко не последний выпуск автомир видеоверсия следите за нами социальных сетях не забывайте ставить лайки пальчики вверх увидимся и и